Я хочу представить вашему вниманию доклад на тему преимущества катеризации внутренней елемной вены под УЗИ наведением у новорожденных. В современном мире очень сложно представить реанимацию, в которой не проводится динамического и достатического УЗИ контроля. Однако до сих пор остаются такие области, которые плохо освещены, обделены вниманием. Например, такая, как постановка центральных венозных катетеров под УЗИ наведением у новорожденных. Несмотря на то, что на данный момент есть тенденция к уменьшению использования ЦВК в реанимационных отделениях, существуют такие ситуации, когда без этого нельзя обойтись. Помимо стандартных причин, мы для себя нашли такую, как наш стационар является вторым-третьим на пути лечения нашего пациента. И зачастую возможности периферического доступа, они уже бывают исчерпаны. И вторая причина – это у пациентов в крайне тяжелом состоянии хирургического профиля необходим динамический лабораторный контроль, который трудно можно обеспечить, используя транскутанные катетеры или периферические. После постановки ЦВК с клинической и юридической точки зрения необходимо провести верификацию часто встречаемых, жизнеугрожаемых осложнений, такие как пневмоторокс, гидроторокс, несосудистое расположение катетера. И с этой целью можно использовать УЗИ наблюдения, которые позволят нам в режиме онлайн следить не только за итогом постановки катетера, но и за самой манипуляцией. Далее, это итоговый контроль, мы можем постоянно в режиме реального времени делать снимки с УЗИ аппарата, и это нам дает юридическое подтверждение. Нет необходимости привлекать дополнительный медперсонал для того, чтобы делать дополнительные исследования. И, конечно же, это снижение лучевой нагрузки пациента. Если методика настолько удобна, если она настолько легко осуществима, почему же она не находит такого широкого распространения. Хочется отметить, что не во всех реанимационных отделениях есть собственный УЗИ аппарат, а в тех отделениях, в которых они есть, нет неонатальных датчиков. Апертура стандартного датчика линейного 40 мм. Для ребенка новорожденного это достаточно много, а что же уж говорить о пациентах с максимально низкой массой тела, когда 40 мм может составлять до половины диаметра шеи. И глубина манипуляции. Когда мы говорим о катализации еремной вены у новорожденного, тут нужна точность до миллиметра. К сожалению, это труднодостижимо, даже устанавливая минимальную глубину манипуляции на УЗИ аппарате. Целью нашего исследования являлось сравнение эффективности стандартной методики проведения катализации внутренней еремной вены по анатомическим ориентирам и катализации под динамическим наблюдением УЗИ. Целью исследования являлось исследование количества попыток времени выполнения манипуляции и осложнений после выполнения манипуляции. Критериями включения в группу исследования было наличие у больного показаний катализации центральной вены, согласие родителей или законных представителей, возраст ребенка от одних суток до одного месяца жизни, катализировалась только еремная вена справа или слева, контрольная рентгенография проводилась через два часа после постановки центрального венозного катетера, и всем пациентам производилась катализация идентичными катетерами. Критериями исключения были, это пациенты, которым устанавливались другие модели катетеров, дети старше одного месяца жизни и отсутствие генологического контроля по тем или иным причинам. В наше исследование входило 14 девочек и 17 мальчиков в возрасте от суток до одного месяца жизни с наиболее часто встречаемыми в нашем стационаре хирургическими патологиями это ясеный некротический энтероколит, сепсис, эксикоз, низкая высококишечная непроходимость, энтрозия пищевода. В первую группу пациентов, это дети, у которых постановка ЦВК по ДУЗИ навигации осуществлялась, было 15 пациентов в этой группе, во второй группе 16 пациентов, им проводились катетеризации по анатомическим ориентирам. Весь детей в группах был сопоставим. У нас было два ребенка, которые не вошли в исследование в связи с невозможностью катетеризации и ровной вены. В первом случае у ребенка был рассыпной тип вены, что было подтверждено затем УЗИ специалистам. Второй случай – это уменьшение диаметра сосуда с одной стороны и частичный тромбоз с другой стороны. Итак, по результатам исследования, среднее количество попыток катетеризации в первой группе было 1,34. Во второй группе – 2,37. Максимальное количество попыток во второй и первой группе – 6,4 соответственно. Среднее время выполнения манипуляции во второй группе – около 23 минут, в первой группе – около 19 минут. Также мы исследовали осложнения пост-катетеризации. В группе номер 2 – это дети, которым проводилась катетеризация по анатомическим ориентирам, у нас отмечался 1 пневмоторакс и 2 пациента, у которых после катетеризации были восполнительные реакции вместе в полуции. В группе номер 1 таких пациентов с таким осложнением у нас не отмечалось. Исходя из сделанного нами исследования, можно сделать вывод, что катетеризация внутренней еремной вены под узиконтролем у новорожденных является более эффективной методикой. И данная методика является более безопасной по количеству последующих осложнений, по количеству попыток. И мы рекомендуем выполнять катетеризацию внутренней еремной вены под узиноведением после прохождения соответствующих курсов. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.